МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Партнеры проекта. Чувашский государственный педагогический университет имени Ивана Яковлева. Чувашский государственный университет имени Ульянова. Чебоксарский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Волжский филиал Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета. Чебоксарский медицинский колледж. Участники проекта. Дмитрий Вязов, 19 лет. Студент Чувашского государственного университета имени Ульянова. Увлекается карате. Черный пояс уже получил. Теперь мечтает сняться в фильме с Джеки Чаном. Дарья Адюкова, 18 лет. Студентка Чувашского государственного университета имени Ульянова. Любит играть на фортепиано, вышивать и смотреть хоккей. Главная мечта – удачно выйти замуж. Михаил Павлов, 22 года. Студент Чувашского государственного педагогического университета имени Ивана Яковлева. Умудряется совмещать серьезную должность председателя студенческого конгресса и преподавателя танцев. Что больше нравится, пока не решил. Светлана Емельянова, 20 лет. Студентка Чувашского государственного педагогического университета имени Ивана Яковлева. С детства играла исключительно с мальчишками, поэтому научилась быстро бегать. С тех пор так и бегает. Теперь на всевозможных соревнованиях по легкой атлетике. Иван Щирий, 20 лет. Студент Чебоксарского филиала Московской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. В детстве три старших брата не давали Ване шутить. Когда вырос, отправился играть в КВН. Дарья Курносова, 19 лет. Студентка Чебоксарского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. До недавнего времени увлекалась аниме, потом услышала корейскую поп-музыку и с тех пор только ее и слушает. Николай Кишечников, 20 лет. Студент Волжского филиала Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета. Любит холод и пингвинов, поэтому мечтает переехать в Антарктиду. Пока же путешествует по средней полосе России. Мария Таланова, 20 лет. Студентка Волжского филиала Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета. Год назад решила заняться степ-аэробикой, чтобы со спокойной душой есть сладости. Сергей Дмитриев, 20 лет. Студент Чебоксарского медицинского колледжа. С детства любимая сказка «Доктор Айболит». С тех пор и мечтает стать врачом скорой помощи, а также съездить в Африку на Лимпопо. Диляра Рахимова, 18 лет. Студентка Чебоксарского медицинского колледжа. Однажды в детстве вместо зоопарка дядя-врач привел племянницу в роддом. С тех пор Диляра мечтает стать акушеркой. Всем привет! Вы смотрите вторую серию проекта «Отличные студенты». По результатам прошлого конкурса релизируют у нас ребята из медицинского колледжа. Тогда им лучше всех удалось развлечь детей. Сегодня у нас интеллектуальный конкурс. Участники проекта будут отвечать на вопросы школьной программы. Всего 10 вопросов. На 5 ответят девушки, на 5 молодые люди. Кому какие достанутся, решит жребий. Перед этим конкурсом участники проекта разволновались не на шутку. Почти все сразу предупредили, чтобы от них не ждали отличных ответов. Мы как студенты, мы живем от сессии до сессии, поэтому знания-то не особо сохраняются в наших головах. В головах. Ты что скажешь? Ну, наверное, я готова. Насколько ответишь и думаешь? На все ответы? На все. Посмотрим, что получится. Будем стараться ответить максимально сильно. Приступаем к конкурсу. Начнем с вопроса о Великой Отечественной войне. Когда было поднято знамя победы над Рейхстагом в Берлине? Варианты ответа. 9 мая, 1 мая, 8 мая или 30 апреля? 8 мая. 8 мая. 8 мая. 8 мая. 30 апреля. Второй вопрос посвящен году литературы. Итак, каким эпиграфом начинается повесть «Капитанская дочка»? Первый вариант. Все счастливые семьи счастливы одинаково, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. Второй вариант. И жить торопится, и чувствовать спешит. Третий вариант. Береги честь с молоду. Четвертый вариант. «Она была девушка, она была влюблена». Итак, какой вариант ответа выбираете? Убереги честь с молоду. Пускай будет четвертый вариант. «Она была девушка, она была влюблена». Да. Береги честь с молоду. Помнишь, да, произведение? Да. Точно не помню, но пусть будет три. Как звучит? Я не помню. Так, третий у нас «Береги честь с молоду». Отвод, да. Помнишь произведение? Произведение помню, а как начинается? А о чем там было? Офицеры, которые проездом заехал в гости, там встретил, собственно, дочку капитана и влюбился в нее. Давайте выберем вариант номер три. Какой? Как он звучит? Ну, я просто третий отметил. «Береги честь с молоду». Нет, нет, давайте первый. Первый. «Все счастливые семьи счастливы одинаково, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». Да. Третий вопрос. «Какой газ является самым легким?» «Водород», «Гелий», «Метан» или «Углекислый газ»?» «Гелий». «Водород». «Углекислый газ». «Самый легкий». «Задаю вопрос и отвечаешь. Какой газ является самым легким?» «Водород», «Гелий», «Метан», «Углекислый газ». «Гелий». «Давайте гелий». «Я сомневаюсь между водородом и гелием, но…» «Нет, сейчас решу». «Какой же легче?» «Они в таблице Неделеева находятся рядом водорода масса 1, у гелия 2». «Водород» давайте. «Водород легче?» «Четвертый вопрос по анатомии». «Какая мышца в теле человека является самой крупной?» «Диафрагма», «Большая ягодичная», «Бицепс» или «Большая грудная мышца»?» «Большая ягодичная». «Большая ягодичная». «Ладно, пусть будет диафрагма». «Нет, пусть будет большая ягодичная. Нет». «Сейчас». «Итак». «Это вообще выбор очень сложный. Ягодичная тоже большая. Ну, смотря как накачано, конечно». «Грудь большая бывает». «Ну, грудь не зависит от грудной мышцы, если так-то подумать». «Ягодичная давайте». «Или нет, не ягодичная». «Я задаю вопрос, и ты решаешь. Какая мышца в теле человека является самой крупной?» «Первый вариант – диафрагма», «вторая – большая ягодичная», «третий – бицепс» и «четвертая – большая грудная мышца». «О бицепсах, кстати, никак не рассуждала, нет?» «Там несколько мышц, они не очень большие, мне кажется. Да и ягодичных, там тоже много мышц, и они все остальные. Давайте диафрагму. Пой, я тупой, наверное». «Большая ягодичная мышца». «Точно?» «Точно». «Большая ягодичная». «И пятый вопрос. Он без вариантов ответа. Нужно попробовать самостоятельно ответить». «Сократ говорил про себя. Я знаю, что я ничего не знаю. А что он говорил о других людях?» «Они тоже знают, что они ничего не знают». «Сократ говорит, что знает, что ничего не знает, а люди, наоборот, думают, что все знают, но на самом деле тоже ничего не знают». «Они не знают того, что ничего не знают?» «Вы близко к этому? Еще попробуешь?» «Так, я знаю, что я ничего не знаю. А люди думают, что они все знают?» «Знаете что? Вообще он говорил, что они и этого не знают». «Понял». «Они думают, что они все знают, а он думает, что это неверно». «Мне приходит на ум, что знают больше, но я этому как-то не верю. Ну, не знаю даже». «Думаешь, он так подумал, что другие знают больше?» «Я думаю, он вот так не подумал, но это просто там по ритму уложится, по ритму фразы». «Ничего я мог сказать про других людей, тоже ничего не знаю. Ну, как-то…» «Ну, а как они себя воспринимают вообще? Вот он знает, что он ничего не знает, а другие люди что думают?» «Другие люди думают, что они знают все. Ну, это характерно. А Сократ, как мудрый человек, понимает, что он не знает ничего». «Сочтем тебе тогда этот ответ. Вообще он звучал. Другие люди говорили. Про других людей он говорил. Они и этого не знают». «Пока следующие участники проекта готовятся ответить на второй блок вопросов, заглянем в вуз, где учатся Дмитрий Вязов и Дарья Адюкова в ЧГУ». Если вы ищете вуз, который даст возможность развиваться, заниматься наукой на современном оборудовании, найти себя в творческих профессиях, выбрать специальность на любой вкус, то вам в Чувашский государственный университет имени Ульянова. 17 факультетов, 104 кафедры, филиалы в Алатаре, Батарево и Канаше, 15 тысяч студентов из 70 регионов России. Много лет подряд вуз признается эффективным. И это не случайно. Дипломы ЧГУ ценятся в том числе далеко за пределами республики. Вуз успешно развивает международные связи, сотрудничает с ведущими зарубежными вузами. Чувашский государственный университет имени Ульянова стал победителем всероссийских конкурсов «Кадры для регионов» и «Новые кадры для оборонно-промышленного комплекса». Вошел в число вузов, которые получают средства на разработку научных программ и обновление оборудования. Так инновационные технологии уже появились на многих факультетах. Чувашский государственный университет сотрудничает со многими ведущими предприятиями Чувашской республики других регионов нашей страны. Но можно назвать такие, как ЭКРО, концерн-тракторные заводы, Чебоксавский электроаппаратный завод. Также нашими партнерами выступают высокотехнологичные клиники. Это федеральный центр эндопротезирования и ряд других ведущих лечебных учреждений страны. Это банки и кредитно-финансовые учреждения, где выпускники успешно трудоустраиваются по окончанию учебы в нашем ВУЗе. Чувашский государственный университет сотрудничает. Чувашский государственный университет поможет всем получить достойное образование, твердо встать на ноги и реализовать свои самые заветные мечты. Кище на пять вопросов ответит второй человек из команды. Сумма правильных ответов и пойдет в их копилку. Студенты какого учебного заведения сегодня окажутся отличными студентами? Итак, к доске вызываем следующего участника проекта. Для тебя первый вопрос. Кому история приписывает слова «Велика Россия, отступать некуда, позади Москва»? Варианты ответа. Жукову, Сталину, Клочкову или Рокоссовскому? Давайте пусть будет Жуков. Вариант один. Кому? Жукову. 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 Жукова. Никто из участников проекта не дал верного ответа на этот вопрос. Эти знаменитые слова принадлежат герою Советского Союза Георгию Клочкову. Следующий вопрос. Как называется ближайшая к Солнцу планета? Марс, Венера, Меркурий или Юпитер? Марс. Юпитер. Пусть будет Марс. Пусть будет Юпитер. Ближе всего к Солнцу. Я не помню, точно не знаю. Марс. Пусть Венера. Давай тебе не распускаем. Оба ответа неправильные. На этот вопрос тоже никто из участников проекта не дал верного ответа. Для всех, кто не знает, ближайшая к Солнцу планета – Меркурий. Какой дар от Сонечки Мармеладовой принимает Раскольников? Кстати, какое это произведение? Это «Капитанцев». Нет, не «Капитанцев». Раскольников и Сонечка Мармеладова там были. Вы прочитайте варианты ответа, пожалуйста. Я это вспомню. Какой дар от Сонечки Мармеладовой принимает Раскольников? Икону, колечко, крестик или фотографию? Икону. Так, колечко, крестик или фотография? Колечко. А что за произведение? Честно говоря, я не помню. Александр Сергеевич Пушкин написал, нет? Крестик. Так, не люблю коньку, либо крестик. Пусть будет крестик. Так, это у нас произведение «Преступление и наказание». И точно я не могу сказать, но, по-моему, это было колечко. Какой дар от Сонечки Мармеладовой принимает Раскольников? Что за произведение? Раскольников? Угу. Откуда он? «Капитанская дочка». Раскольников с «Капитанской дочкой». Нет, 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 нет. Так, так, так. Варианты ответы? Ну, мы не название угадываем на самом деле. А, ну хорошо, тогда давайте перейдем к следующему. Ладно. Какой дар от Сонечки Мармеладовой принимает Раскольников? Икону, колечко, крестик или фотографию? Колечко. Какой остров в России самый большой? Сахалин, Новая Земля, Курильские острова или остров Беринга? Ну, пусть будут Курильские острова, но здесь я не уверена. Пусть будет Сахалин. Курильские острова. Курильские острова. Сахалин – это полуостров. Так, еще какие варианты можно еще раз? Сахалин, Новая Земля, Курильские острова и остров Беринга. Ну, пусть будет остров Беринга. Остров Беринга – самый большой в России. Почему ты говоришь, что Сахалин – полуостров? Ну, потому что Сахалин – это полуостров. Разве нет? Ну, посмотри потом на карте. И заключительный вопрос уже без вариантов ответа. Юлий Цезарь переправился из Галлии через Ла-Манш и высадился на территории современной Англии. Что он предпринял, чтобы его воинам оставалось только наступать и побеждать? Ого! Переплыл он через Ла-Манш, чтобы они никуда не отступили, что он сделал? Сажал корабли, может быть? Не представляю. Вот высадилась ты в Англии и хочешь, чтобы твои воины дальше шли воевать, домой не удрали? Не, ну, чтобы домой не удрали, как бы. Их оставляешь. А сам удираешь. А сам удираешь. Примем такой ответ. Ну, в качестве юристического завершения давайте. Хорошо. Юлий Цезарь убрался обратно домой. Юлий Цезарь отправился домой, а войско оставил. Хорошо, Маша. Все, спасибо. Скорее всего, он потопил корабли, на которых они добрались в Англию. Ну, зачтем. Он сжег корабли. А, он сжег корабль, чтобы они обратно на него не захотели забраться и уплыть. И это правильный ответ. Что он предпринял? Я не знаю. Переправу сделал. Переправу? Они уже переправились. А, они уже переправились. И вот дальше, чтобы они пошли воевать. Как он их? Составил план. Переправился, а потом составил план. Я не знаю, правда, не знаю. А школьная программа уже далеко. Ну, а сама подумай, ты бы как поступила? Я бы расставила воинов, наверное. На нужные точки, чтобы они могли атаковать. Они бы послушались? Точно. А если бы они сказали, не, Диляра, сама иди воюй, а мы домой? Накормила бы их. Хороший вариант. Ну, лицезарь, наверное, не догадался. Он по-другому поступил. Он сжег корабли. А, понятно. Прежде чем подвести итог по двум конкурсам, посмотрим сюжет о сегодняшнем вузе-лидере. Администрация главы республики, администрация города и другие органы государственной власти – это место прохождения практики студентов Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной службы при Президенте Российской Федерации. На такую практику студентов направляют, начиная с третьего курса. Большое внимание уделяется организации учебных, производственных и преддипломных практик. Во время прохождения практики студенты полностью погружаются в их будущую профессиональную деятельность, закрепляют практические умения, у них начинают формироваться первые личностные качества, которые в дальнейшем им позволят служить достойно на государственной гражданской или же на муниципальной службе. У студентов развивается чувство ответственности за выполняемую работу и появляется способность к системным действиям в профессиональной деятельности. Помимо этих качеств и знаний студенты Академии получают и просто удовлетворение от причастности к работе в госструктуре. После прохождения практики я еще раз убедилась в том, что я хочу учиться дальше по специальности государственного муниципального управления, проходить дальше разные курсы. И да, я хочу работать по специальности либо в администрации главы Чаварской республики, либо в администрации города. Студенты, хорошо зарекомендовавшие себя в ходе практики, трудоустраиваются в органах власти. И таких примеров немало. Очень многие представители органов власти, у которых работают наши выпускники, потом благодарят нас за то, что действительно наши выпускники показывают себя полностью компетентными, очень профессиональными, дипломатичными, этикетными и обладающими коммуникативными способностями. Чебоксарский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации располагается по адресу. Город Чебоксары, улица Урукова, дом 8, телефон 45 68 44. Пришло время подвести итоги конкурса. Больше всего правильных ответов дали ребята из ЧГПУ и Российской академии. Они заработали по 5 баллов из 10 возможных, по 4 балла в копилке ЧГУ и МАДИ. Представители медицинского колледжа заработали 2 балла. Итак, сумма двух конкурсов вывела в лидеры команду ЧГУ. У них 13 баллов. По 12 баллов у ЧГПУ, МАДИ и медицинского колледжа. 11 у Российской академии. Мы уже давно не изучали школьную программу. У нас специальные предметы в нашем учреждении, приближенные к медицине. И забылось, честно. Ну, буду повторять обязательно. Произведение про Раскольникова перечитаешь? Обязательно. Я поняла то, что есть недочеты в том, что мы в школе читали, но пропускали многую литературу. Думали, ладно, потом дочитаем. Сейчас перечитаю обязательно. В следующий раз расскажу вам. Хорошо будем ждать. Я оцениваю свои результаты на троечку. Не блистало, но считаю, что надо как-то больше повторять историю. Я так думаю. Потому что события Великой Отечественной войны в общих чертах знают все. Но такие основные даты... Ну, лично я плоховато знаю, и мне, если честно, стыдно. А про мышцы я тоже не ответила. У меня возникали большие сомнения. У меня даже были свои варианты самой большой мышцы в теле человека. Ну, не знаю, но с этим вариантом можно поспорить. Большая ягодичная мышца, она может быть маленькая, можно ее накачать. Хороший вариант. Как-то так. Ну, ваша ручащая мышца спина, она тоже большая. Ну, у всех по-разному. Взять одного человека, но он меньше, а другого больше. Как оцениваешь свой результат? Как тебе вообще вопрос? На самую лучшую оценку. Ответил? Да. Единица. Очень хорошо. У меня такой оценки в жизни не было, поэтому она самая лучшая для меня. Вы смотрели вторую серию проекта «Отличные студенты». Какие еще испытания ждут участников проекта, узнаете в следующий вторник. Смотрите проект и голосуйте за отличных студентов в официальной группе Национальной телерадиокомпании «Чуваши ВКонтакте». До встречи! Продолжение следует...